привет одеты из канады сегодня я хочу сходить в магазин обуви я вы видели я вам снимала разные магазины наши вы видели что у нас с ассортиментом все очень плохо и мне стало интересно носить большой магазин обуви мы когда-то с вами туда ходили потом перед новым годом я сняла там огромное длиннющее видео о том что какая там зимняя обувь новая появился все такое до закрытия всех магазинов там было полно всего но это видео мне не сохранилось по техническим причинам из-за того что дурные руки ногам работ нет как это говорят от дурной головы рукам работа или что но уже все поговорки которые возможны в этой ситуации я вам могу произнести короче она у меня пропало это видео мне было очень жалко так вот сейчас мы с вами снова идем туда снова идем в этот магазин и посмотрим что там есть если честно у меня как бы нет больших ожиданий потому как у нас везде пусто и будет очень странно если там будет много товара но посмотрим что новенького что красивенького или некрасивенького какой есть все беру с собой пойдемте кстати если вы думаете что это такое за горы это горы снега белого который который когда-то был белым и красивым вот по что он превращается в концу зимы лежа на паркинге вот его сюда сгребли и он такой вот фу 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 ну ладно не буду вас мучить некрасивыми картинками пойдемте смотреть красивые картинки мне пришлось немного модифицировать видео потому что ютюбу не понравилась музыка в магазине прошу прощения за смешной мультяшный голос в дальнейшем я надеюсь что он вас не будет очень раздражать приятного просмотра и надеюсь вы досмотрите видео до конца спасибо вы знаете что я впечатлена честно здесь очень много всего вот как вы видите полно полно обуви ну как полно коробок не так много ну то есть вот образцов много коробка коробки не все из размера я так понимаю но тем не менее я побежала сразу к плотиночке и это такой обычный ассортимент наш такие вот осенние там есть зимние кстати но я не знаю давайте уже не будем на зимних фокусироваться а будем фокусироваться на весне все таки весна и лето у нас впереди как я так плавно плавно передвигаюсь но пока что знаете что ничего особенного обычные вот такие вот челфики всякие которые есть везде полно во всех магазинах и стоят они у нас сто сорок долларов и у них еще есть 30 процентов скидка на них это позже написано и это бренд франко сарто довольно известная компания и они же да они же есть вот какого-то странного зверя да они же но вот на под звери у них 40 процентов скидка да что за зверь не то змея не то другая змея в общем змея какая-то в основном змея конечно присутствует ну змея или крокодил этот крокодил это тоже самый бренд франко сарто 130 долларов 30 процентов офф и вот немножечко змеи какое солнце прямо радуга у меня так из модного есть вот такие ботиночки солнце прям так сильно светит что я аж не могу снимать на такой модной модной подошве стоят они 80 долларов это бренд называется дете лондри то есть грязное белье грязное ну да грязное белье в общем есть такой бренд я знаю здесь вот пусто-пусто вот эти вот всякие такие армейские типа ботинки поскольку солнце а вот эти прямо прямо классные вы знаете это во первых во первых это тимберленд это довольно хороший проект 160 долларов они стоят это кожа на них никаких скидок нету и вот такой вот и модный я бы сказала и и красивый сапог ну красивый относительно конечно но красивый по современной моде немножко еще зимнего вот такие вот с мехом я думаю что это бастик мэдом стоит они 90 80 90 они конечно не кожаные мех не натуральный есть такие же черные я надеюсь что музыка здесь не очень громко играет мне удастся мне удастся что-то записать так ну вот такие вот вот и это а это доктор мартинс между прочим настоящий оригинал доктор мартинс стоит они 29 кожаные то есть 200 долларов а это тоже доктор мартинс ну вот видите они только в черном свете нами представлены тоже стоит 199 ну вот два таких вот есть такие вот мартинс мартинс классические есть такие доктор мартинс как будто бы челси вот есть такие совсем покороче они стоят немножко дешевле они стоят 160 я не удержалась все-таки зашла в зимний отдел потому что увидела белые ботинки на такого черные подошли очень-очень трендовые и вы знаете это как угли как называется по-русски вот они стоят 89 96 и они такие фасонные я бы сказала то есть вот в отличие от этих угов которые стоят 200 баксов такие классические классические которые мы все знаем потом вот эти вот это хит нынешнего последнего сезона мех с этим целлофаном с пленкой почему они у нас 190 189 и сейчас вот такие вот с носочком они стоят 89 тоже коротенькие 174 ну и все все теперь идете как летние обувь ну давайте начнем с биркинштоков тоже классические 130 долларов классические биркинштоке потом подошла толстым не казалось что они как-то поплоще но вот такие вот и есть такие эти были через палец а это вот такие шлепанцы если кому-то через палец неудобно знаете что есть биркинштоке пластмассовые резиновые даже не знаю как это назвать это тоже биркиншток и они стоят 59 55 а те вот классические как стоят 130 со 29 96 ну и тут у нас всякие я не знаю наверно не будем подробно останавливаться на всех вот этих вот флип лапс как у нас их называют вьетнамки кстати хочу вам сказать что вот такие вот такие мягкие мягкое подошло я их очень люблю я у меня так я думаю их ношу вот такие вот летом вот эта вот подошла она очень-очень приятная я просто их вот надо мне купить новые потому что у меня кстати были adidas такие но они уже все порвались я очень люблю вот такая вот подошла ну здесь как бы ничего интересного давайте быстренько пройдемся вот посмотрим на вот это вот чудо чудное мягенькие меховые по 40 долларов тапочки на резиновой подошве какая прелесть а вот посмотрите это кстати ахс босоножки это они 125 долларов и это вот такой вот меховой меховой сандалик ну и тут вот такие вот всякие очень удобные но не очень красиво это скетчер прочее бедня обувь которая удобная но некрасивая так здесь у нас шлепанцы под валентина 40 долларов но это не отличие правда то есть я шучу конечно а вот смотрите какие нет это не акс между прочим а такие какой бренд 50 долларов смешные правда так ну здесь летняя обувь она немножко покрасивше как скажем ну лучше чем вот спортивные просто клейклакс но вы видите обуви очень много действительно как бы ассортимент большой на любой вкус так давайте посмотрим что покрасивее ну вот например пацанушки сандали 60 долларов это кстати скетчерс они очень легкие у них пробковая подошла девочка подошли бегать вокруг меня как акулы такие круги наворачивают все спрашивают не нужно ли мне помощь вот что хотел сказать они очень легкие и наверное удобные потому что вот это вот если нажать сюда здесь очень мягкая подошла что это не 60 долларов красоты в них не много ну вот они все скетчерс у них очень удобная очень легкие у них очень удобная подошла если вы хотите вы можете купить их с блестками вы можете без блесток тоже шлепанцы 64 удобная удобная вот эта вот подошла мягкая эти по 50 на этих 50 процентов всего на эти 40 у них подошла не мягкая я наверно отвлекаюсь когда щипаю у меня камера дергается простите пожалуйста мне так ну что у нас всякие тут босоножки разные вот такие вот на пробковой подошли тоже очень легкие тоже кстати подошла у них мягкая такая с пружинкой так ну пойдемте дальше так здесь уже что-то покрасивее поэлегантнее поизящнее посмотрите какие симпатичные все долларов стоит джинсовые это джинсатка в горошек полосочки очень приятные летние ну и вот такие вот обычные классические черные тоже за 60 долларов и такие же есть бежевые а вот эти очень интересные смотрите они как будто вы сделаны из как будто бы из пробки из такими вот как будто бы краска на краской на лято terminar theres ну интерес и вразами что у нас еще интересная симпатичные это уж правда неплохие как вот это вот удобно я думаю что удобно потому что они удобны потому что квадратный каблук и вот этот перепоночка она держит ногу потому что, в принципе, вот эта перепонка тонкая, маленькая, а вот эта вот хорошо держит ногу. Что они стоят? Тоже 60 долларов. И вот такие же цветные с наборным каблучком. Тоже очень симпатичные. Но вы знаете что? Особо нету скидок. Вот я смотрю, что все, в общем-то, по ценам вот таким. Вот 90 долларов. Причем это не кожаные косоножки. Но, видимо, они лакарства не заставляют. Пока что не делают распродажи на летние. Ну, правильно, лето впереди. И вот такие же белые. Вот эта Стив Мэдом классическая тоже такая. Босонога. А вот эта красивая, красивая красная босонога Винска Мута. Это тоже довольно хороший бренд. 90 долларов они стоят, на них 40% скидка. Какой красивый красный босоног. Но их очень мало, почти что не осталось размеров. Видите, есть несколько коробок, только и, наверное, моего размера, скорее всего, нет. Жалко, очень красивая туфля. Ну, пойдемте, видите, вот еще одна какая-то джинсовая босоножка. Такой Китон Хилл небольшой, бантик. А здесь вставки есть прозрачный такой пластик. 70 долларов они стоят. Очень клеят, правда, симпатичные. И вот такие же есть белые крока. И тоже здесь пластиковая вот эта. Я не уверена, что это еще тренд. Но вот такие же, смотрите, стразы, стразы, блестки. Боже мой, какая красота. Ну, вы знаете, что в этом есть какой-то смысл, потому что вроде бы на ноге вот это вот не видно. Это как будто бы просто перепонка. А на самом деле у вас нога внутри как бы не болтается, держится хорошо. Хотя вот эти вот пластиковые вставки, конечно, это спорное удобство. Но, как бы, не знаю. Так, это лодочки классические, бежевые, черные. Вот эти вот с этой платформой. Я бы сказала, совсем как-то не трендово, но... Но имеет место быть. А это, конечно, тоже Валентина. Каждый год, каждый год, каждый сезон. Несколько компаний выпускают такие под Валентина туфли. Причем, по-моему, уже даже Валентина их не делает. А под Валентина все еще продолжают делать. У меня даже есть, кстати, одна такая пара. Красная с бежевым. Под Валентина. Вот с этими вот статс, как это называется, металлическими, да? Обязательно, обязательно во всех магазинах существуют... Существуют копии на туфли Валентина, на босоножке. Так, ну это неинтересно и совсем некрасиво. Мы здесь нечего смотреть. Прям такие, знаете, удобные туфли. Удобные, немодные туфли. Ну, вы знаете, что в некоторых, например, профессиях, где нужно стоять на ногах и хочется надеть небольшой каблучок. Вот я, кстати, когда работала в магазине, и целый день должна была стоять на ногах, я вот такие туфли и носила. Мне хотелось немножко каблука, с одной стороны, с другой стороны. Мне нужно было, чтобы это было что-то такое удобное. Вроде бы и лодочка, а вроде бы такая... Такая и... Удобная как будто бы. Ну и вот еще и остатки. Ну, будем считать, что это весенняя коллекция, правильно? Она ведь... Это ведь такие сапоги, в принципе, на весну. Но я помню, что я их как-то снимала в том видео, которое у меня не сохранилось. Стояли все вот эти вот сапоги. Вот этот сапог-чулок. Вот эти все сапоги. Они когда я их, помню, что снимала, они сейчас как раз на распродаже, на сейле. Да. Ну, сапоги как сапоги, ничего особенного. Обычные, все черные. Вот эти вот эти со стразами. Ух ты. 150 долларов. О, Jennifer Lopez. Это бренд Jennifer Lopez. Неудивительно, что тут на подошве стразы. Стразы, ботфорты, боже. Какая красота, на них 30% скидка. Такой каблук. Нужно убить, по-моему, правильно? Здесь уже из резиновых сапог. Без них никуда. И это у нас Kitchers. 70 долларов. Смотрите, какие веселенькие. Класс. Класс. А эти, видите, какие интересные. У них сверху ткань такая, а внизу резина. Очень, кстати, очень удобная. Вот на, ого, 110 долларов они стоят. Waterproof, водонепроницаемая. Ну, конечно, что резиновые сапоги. Что-то собран такой какой-то. Никогда не слышала про нее. Камик. Хм. Камик. Не знаю такого названия. Я знаю, что у нас есть эти вот Хантерс. Это самые такие, самые-самые модные. Так, это коротенькие. Смотрите, какие кочки. Так, сколько стоят такие, да? Тоже Barsketchers. 70 долларов. Ну, резиновые сапоги у нас в Канаде это тема, конечно. Без них ни туда, ни сюда. И что бы вы думали, мы с вами направляемся в клирус. Раз с продажа. 70 процентов. Сейф. Так, пойдемте, пойдемте смотреть, что здесь есть. Конечно, девочки, я ломанулась в свой пятый размер. Пятый, шестой. Давайте посмотрим, что тут есть. Потом я, может, пробегусь по всем остальным. Если мы что-нибудь здесь найдем интересного. Ну вот, красивые босоножки. Это бренд тоже Винскамото. Смотрите, какие розовый голд, розовое золото. Пять с половиной. Они даже, возможно, мне будут велики. Так, что здесь написано? Значит, 80 процентов. О, 36 долларов они стоят. 36,98. Ну, все, хороша цена. Так, из полезных вещей. Вот, например, вот такие ботинки. Или вот такие вот. О, вот это вот бренд Сорейл. Это, кстати, наш канадский бренд. Который, ой, считается, один из самых лучших. Самый лучший зимний обувь. Потому что, в отличие от Акс, видите, у них вот эта вот нижняя часть сделана из такой вот резины или какой-то непонятно чего. Пластик резины. Ну, это резина, конечно, такая, как калоша. Знаете, калоша на валенках. Она водонепроницаемая, непромокаемая, снега неубиваемая. А вот здесь они из ткани сделаны, на меху. Они разные. Бывают высокие, бывают низкие. Но вот это вот первая обувь у нас в Канаде на зиму. Это канадский бренд. Очень известный, очень недешевый. Действительно хорошая обувь. Ужасно некрасивая, но в жизни и в Канаде незаменимая. Значит, 129 они стоили. И сейчас у них сколько сиреневые? 20% всего лишь. То есть они будут еще довольно дорогие. Да. Ну, пойдемте дальше смотреть. Какие-то ботиночки симпатичные. Сапоги верные. Смотрите, какие. Замшевые. Такой ковбойский сапог. Вернее, я не верю, что они замшевые. Это Steve Madden. 5,5. Что в них есть? Не знаю, кожные, не кожные. Какое-то же непонятно. Да, написано, что Суэйд. Суэйд это замшевые. Может, правда замшевые. Только что-то ценой непонятно. Симпатичные, кстати. Так, ну ладно, вот это я посмотрю. Блестки сразу, сразу блестки. Желтые босонышки 25 долларов всего лишь. Но 6 размер мне на самом деле уже большие. То есть мне вот не ботинки, не сапоги, нужны пятые. А это у нас, девочки, как это называется, забыла. Хэри Брэдшоу. Очень их любила. Выйти из головы. Напишите мне, напишите. Вот как назывался этот бренд. Вот этих вот туфель. Шелковых с пряжкой, с такой блестящей. Слушайте, выйти из головы. Абсолютно. Чёрные. Классическая босоножка. Что ещё у нас? Так, что-то под... Под тигра. Под леопарда, вернее. Так. Тоже... Тоже, кстати, 25 долларов. Ну, 6 размер мне нужно уже только... Только сапоги и ботинки, потому что у меня... У меня, в принципе, пятый. Ну, I'm good, thank you. Ну, I'm good. Смотрите, какие милаши. Симпатичные. Сколько они стоят? 80. И additional orange... Orange label скидка. Ммм... Так, ну так что-то ничего такого. Хотелось бы померить вам, повеселить вас примерками. Но ничего не нашла. Розовая, смотрите. Какой красивый цвет. У меня, кстати, есть похожие. Тоже 6, конечно. Вот они велики. Винска Мута. Хороший бренд. Красивый цвет. 25 долларов всего. Жалко, жалко. У меня, конечно, они будут велики. Красивые тут. Ну, всё, видите, вот зимнее такое. Причём такое страшное зимнее. Я вам честно скажу, что... Я тоже слезала с каблуков сейчас. Я вам сейчас покажу, в каких я ботинках. И вы поймёте, что... Зимой у нас на каблуках вообще совершенно... Ну, практически никто не ходит. Ну, вернее, если я знаю, что я вот буду из машины в машину... И, вернее, из машины в дверь, то я могу одеть каблуки. А если нет, то это может быть, знаете, партинг. Может быть, не почищенный. На нём будет скользко, полный снег, лёд. И, в общем, на каблуках можно навернуться так, что, знаете, костюмы себе. Нашла укромное зеркало. Девочки, с вами попрощаться, где вокруг никого нет. Хотела вам показать свой аутфит сегодня. Я в своей старой шубе любимой. И красное платье, это у меня из Uniqlo. И вот ботиночки. То, что я вам говорила, что... С каблуков я пока слезла временно. Покажу вам свою личку. Ну, вы видели машину. И вот хожу вот в таких вот... Ну, слава богу, сейчас-то модно. А так, в принципе, конечно. Всё. Хотела, чтобы померить, но не нашла своего размера. Ничего интересного, чтобы примерить и показать вам. Я надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Я буду целую. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал. Буду всем очень-очень рада. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока-пока-бай.